Осенью 2006 года мое психическое состояние резко ухудшилось. Разумеется, это не осталось незамеченным для моей родни. Сложно скрыть депрессию, особенно если она продолжается неделями. Но к врачу меня решили не отправлять. Вместо этого мои родители, гении от психиатрии, решили просто заставить меня жить дальше. Иногда мама провожала меня в институт, что было довольно унизительно. Но когда никто не тащил меня силком, я просто тусовался на лестнице и говорил, что ухожу учиться. А сам шел на лестницу и торчал там 3, 4, 6, 8 часов. Из учебников и тетрадей я всегда выбирал что-нибудь толстое. Подкладывал под задницу, чтобы было не сильно холодно сидеть на бетонных ступеньках. Лестница всегда была самым спокойным местом здесь, в этом доме. Я живу в одной из первых высоток в городе. Свечка в 16 этажей когда-то казалась всем в этом мухосранске небоскребом. Пользовались лестницей только наркоманы и дети из школы неподалеку. Но наркоманы предпочитали места повыше, а школьники пониже. А я зависал между ними. Когда становилось тихо, я прогуливался, переставляя свои ватные ноги по ступенькам. Иногда вверх, там всегда было довольно чисто. Изредка, конечно, встречалось дерьмо и чьи-то рвотные массы. Но никаких шприцов и окурков. Иногда я спускался вниз, там всегда было мерзко, лужи мочи, куча дерьма прямо на ступеньках. Говеные разводы на перилах и даже на стенах. Коры окурков, иногда кровавые пятна. Было отвратительно, но иногда я все равно спускался посмотреть на этот ад. Родители, увлеченные разводом, продолжали верить в мой обман. Мама перестала меня провожать, а я все еще ходил на учебу, просиживая в одиночестве на лестнице. Начало зимы я встретил там. Хотя мне становилось все хуже. Я потерял аппетит, стал много спать. А все запасы энергии я тратил на прогулку до магазина, чтобы купить сигарет. Никаких суицидальных мыслей у меня не было, да и вообще ничего не было в голове. Можно сказать, что в какой-то момент мои мысли стали напоминать те жуткие версии популярных песен, замедленных в 800 раз. Такое же равномерное гудение с потусторонними вздохами. Однажды в октябре я пошел за сигаретами, передвигался медленно. Так что на дорогу до магазина у меня ушло добрых полчаса. Для сравнения, сейчас я хожу этот путь за 5-6 минут. В магазине мне потребовалось еще 20 минут, чтобы определиться с выбором сигарет. И сформулировать соответственный запрос, произнести его и посчитать деньги. За мной образовалась очередь, люди ворчали, тетка в серой вязаной шапке даже пыталась выхватить у меня деньги. Дайте я сама ему посчитаю, вот дебил, а! Помню, я оглянулся и увидел человек 6-8 жаждущих моей крови. И только мужчина лет, наверное, 50 смотрел на меня совсем другим взглядом. В нем не было ни сочувствия, ни было и злобы, это был интерес или даже азарт. Расплатившись, я побрел обратно. Пока я был в магазине, уже начало темнеть. Возможно, пора домой. Пары уже кончились или нет? Я остановился взглянуть на часы, но подняв взгляд от дороги, увидел довольно странную картину на общем балконе своего этажа. И это был чистый сюрреализм. Под разноцветное мерцание новогодной гирлянды там то ли летали мухи, то ли шел снег. Мне потребовалось около 5 секунд, чтобы осознать необычность ситуации. Мозг словно бы колебался в присвоении значения происходящему. И когда выбор пал на странно, я просто подумал. Странно. Такого рода вещами меня уже было не напугать. Мозг, перманентно находящийся в состоянии пересыпа и недосыпа, сколько бы я не спал, частенько развлекал меня иллюзиями. Забыв, зачем остановился, я решил оглядеться. Люди спешили с работы мимо меня. Постоянно кто-то проходил. Прошло, наверное, человек 20, пока я пялился на свой дом. В общем, люди шли, 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 шли. Очень легко было найти того, кто не вписывается в картину. И это был тот самый мужик из магазина. Он стоял в метрах 10 лет от меня. Заметив, что я его увидел, он улыбнулся, но приближаться не стал. Мне понравилось, что кто-то за мной следит, и я сорвался с места, прибавив шаг. Шел я все еще очень медленно. Если вы можете себе представить самую медленную погоню в мире, мой случай все равно был бы еще комичнее. Через минуту я забыл, от чего убегал и остановился закурить. Дальше я шел обычным своим медленным шагом. У подъезда я оглянулся. Это было автоматически. Я забыл про преследование. Полностью погрузившись в жужжание в голове, я увидел мужчину снова. На том же расстоянии, пример. Меня это снова разозлило. Я, кажется, забыл, как бояться. Хлопнув железной дверью, я добрел до лифта. Нажал на кнопку этажа. И сквозь закрывающиеся автоматические двери увидел, как в подъезд входит все тот же преследователь. Сердце вдруг заколотилось. Свет стал ярче, словно я в поезде выехал из длинного тоннеля. На своем этаже, спотыкаясь, я добежал до двери. Кое-как открыл ее, захлопнул и, привалившись к стене, стал снимать ботинки. Лифт открылся. Я слышал, как он открылся. И кто-то сунул ключ в замочную скважину. Лежа в кровати, я долго не мог уснуть, представляя, как бы все закончилось. Если бы я не посмотрел сначала в глазок, а сразу побежал за топором или ножом. Хорошо, что я не утратил самокритику. Возможно, тот мужик вовсе не за мной следил. Уже в тот момент, когда дверь открылась и моя мать увидела мое бледное испуганное лицо, я начал вспоминать, где видел ту дружелюбную улыбку и интерес во взгляде. Это же был наш сосед. Он всегда приносил нам яблоки из своего сада, а иногда приходил выпить с отцом. Они сидели на кухне и обсуждали свои заботы. Эти кухонные пьянки в итоге привели к алкоголизму у обоих. В 95-м году ранее всегда чистый и опрятный дядя Сережа стал походить на бомжа. Ближе к зиме я часто видел его, возвращаясь из школы. Он сидел на скамейке и осушал пузырьки с боярышником один за другим. Как-то я подошел к нему спросить, что он делает на холоде в одиночестве. А он сказал, что жена выгнала. И улыбнулся той самой дружелюбной улыбкой. Во время зимних каникул я понял, насколько все было плохо. Его попросту не пускали домой. Он сидел на лавочке, когда я уходил гулять, и когда возвращался домой. 2 января 1996 года мы с моим другом бросались снежками с общего балкона на моем этаже. Помню, что мы делали все честно и по-доброму. И если кидали снежок в человека, то делали его рыхлее, а в дерево плотнее. Конечно, даже рыхлые снежки с такой высоты могли быть опасны, но нам не было до этого дела. В какой-то момент мы так увлеклись, что перестали прятаться. Какой-то студент погрозил нам кулаком и забежал в подъезд. Мы бросились к моей квартире, но я почему-то не смог найти ключ. У болитка стояли где-то внизу. Я видел в шахте тугие канаты сквозь приоткрытые раздвижные двери. Какое-то время спустя мы поняли, что нам ничего не угрожает. Когда мы вернулись на балкон, я приоткрыл дверь, ведущую на лестницу, и увидел соседа. Он тащил что-то тяжелое вниз по ступенькам. Это было тело, труп. Скрикнул мой друг, он тоже увидел это, заглянув в просвет мне через плечо. Потом хлопнула дверь. Кажется, он убежал. Дядя Сережа оглянулся и увидев меня все с той же дружелюбной улыбкой, стал говорить, что его жена захотела гулять. Я смог сделать только два шага назад, чтобы он без препятствий вытащил тело на мой балкон. Бежать я не мог. Говорит тоже. Уложив труп на полу, он подошел ко мне и загурил. Я решил, что лучше избегать его взгляда. Поэтому смотрел себе под ноги. Эй! В его тоне чувствовалось странное напряжение. Он сказал всего одно слово, но я знал, чего он хочет. Чтобы я посмотрел на него. Присмотри за ней, ладно? Я все еще не поднимал взгляд и смотрел только на его руку, в которой он держал сигарету. Ладно. Я сейчас уйду, а ты присмотри, чтобы она хорошо погуляла. Он повернулся к двери. А-а-а! Вот еще что! Он достал что-то из кармана, приподнял голову жены за гирлянду на шею и нацепил ей на макушку серую вязаную шапочку. Чтобы не холодно было, а? Он улыбнулся мне, придерживая за провод мертвую голову с искаженными от страха и злобы лицом. И сам хорошо погуляет.